Банк России с 18 апреля отменяет запрет на продажу наличной валюты населению, который должен был действовать до 9 сентября. Что изменилось? В российском центробанке служат обычные люди, у которых в голове простые устоявшиеся за годы рынка схемы. Например, сильный рубль, низкая инфляция, или есть валюта, есть импорт, нет валюты, живем в режиме импортозамещения и запасаем гречку. Поэтому сразу после начала войны Банк России сделал все, чтобы в России скопилось максимальное количество долларов и евро. Однако международные санкции эти схемы ломают. Постепенно до людей, определяющих денежно-кредитную политику в России, начинает доходить, что деньги сами по себе никакой ценности не представляют. По нынешним временам даже на бумагу с краской тратиться не нужно. Львиная доля денег циркулирует в безналичной форме. Деньги ценны только тогда, когда их в любой момент можно обменять на любые, каких душа не пожелает, товары и услуги. Сейчас же это в силу наложенных ограничений и ухода огромного числа мировых брендов из России не работает. Только углеводородов и прочего сырья с начала войны российские компании продали на 40 миллиардов долларов. Компании 80% валюты выручки продали на московской бирже. А толку от этого никакого. Купить на валюту ничего не получается. Так что я не сильно удивлюсь, если в России скоро отменят ограничения не только на продажу валюты населению, но и на ее вывоз за пределы страны. Потому что последняя надежда теперь на челноков, которые будут возить в клетчатых сумках серый импорт и продавать его на рынках. Субтитры создавал DimaTorzok